Пирамид Дистрибьюшн Инкорпорейтед представляет Центр паутины В ролях Роберт Дэви Шарлин Силан, Тед Прайор Бог Оптинс Уильям Зип Шарльз Напья А также Тони Кертис Оператор-постановщик Эндрю Паркс Композитор Грег Тернер Исполнительный продюсер Дэвид Винтерс, Марк Винтерс Продюсер Кюта Арос Нет, нет, не получилось Я совсем не ожидал этого Прошу прощения Автор-стар, режиссер Дэвид Прайор Нет, не извиняйся Живи в роли, всегда живи в роли Когда ты играешь роль, ты должен ожидать неожиданное Всегда Но трудно это делать Присутствие всех этих людей Поэтому я выбрал любовную сцену Это самое сложное, что можно сделать Присутствие аудитории Но это самое главное в актерской игре Когда ты играешь пьесу И тысячи людей смотрят ее И происходит неожиданное Ты адаптируешься на месте Ты реагируешь так, как реагирует Твой персонаж Иначе тебе конец Ты понял? Ребят, поняли это? Ну хорошо На сегодня все Увидимся в 8 часов Следующий четверг И не забывайте Будьте спокойны Будьте своими действующими лицами А теперь пошли отсюда Ну, что хочешь? Хочешь правду? Я считаю, это было здорово Мне казалось, ты найдешь Моя работу более интересной Не волнуйся, я нахожу тебя Достаточно интересным Знаешь, я забыл сумочку Я сейчас вернусь Черная кулька Это должно быть он Садись Что вы говорите? Садись У нас мало времени Прости Приятель, у меня уже есть девушка Послушай, задница У меня тяжелый день Так что садись в машину Понял? Хорошо, хорошо Джон, Джон Значит Вот он, этот умник На мой взгляд Не очень-то он Силен Что вам нужно, ребята? Я не понимаю Перестань играть В игры Мы тоже Из компании И куда мы едем Узнаешь Откуда он только взялся? А чёрт, что это ещё такое? Это не было участие в сделке Какой сделке? Кто преследует тебя? Кто хочет тебя прикончить? Да они не меня хотят прикончить Они вас хотят прикончить А чёрт Не знаю, тебе придётся всё это объяснить Я вообще ничего не знаю Что ты не стреляешь Мне не ищего стрелять? На, держи вот это Давай, жми, я стараюсь Не двигайся Стой, где стоишь Руки за голову Тверись Быстро Я полагаю, всё в порядке, мистер Мэттьюс Не совсем, сэр Объяснитесь Мистера Логана взяли Но кто-то Совершил Народную машину Его взяли В местный его участок Отлично Освободить его Я думаю, это необязательно Спокойной ночи, мистер Мэттьюс Спокойной ночи, сэр Съезд губернаторов Начинает работу завтра Уже сюда, мисс Локвуд Спасибо Не каждый день помощник прокурора приезжает, чтобы освободить кого-то из тюрьмы Вы понимаете, о чём я? Я понимаю, прекрасный сержант Ну вот Кэтрин Джон? Ты вытащишь меня отсюда? Конечно, я вытащу тебя Я просто хочу знать, что произошло Не перестань Вытащи меня отсюда Это была очень тяжёлая ночь Ну, это ещё Как сказать Открывайте Открыть номер два Мне придётся рассказать мне всё, что случилось Я должна знать всё, что произошло Я стоял перед театром Выставили меня сесть в машину Другая машина стала преследовать нас Мы разбились И меня ещё арестовали Я придётся объяснить это всё подробнее Это всё серьёзно Ты что? Думаешь, я не знаю? Чего ты-то обижаешься? Ты представляешь, как было неудобно мне звонить Своему боссу, окружному прокурору Будить его ночью Ты уговариваешь, чтобы он отпустил моего приятеля Я думал, тебе будет приятный вид, что я ещё жив Дорогой, конечно, я счастлива, что ты ещё жив Я очень люблю тебя Но ты, по-моему, не понимаешь У тебя большие неприятности Неприятности? Какие неприятности? Я же ничего не делал Есть обвинения, и очень серьёзные обвинения, Джон Обвинили? Почему? Они не знают точно, что произошло Но они знают, что так или иначе ты был в этом замешан Но... И что? Они говорят о попытке убийства Владении незаконным оружием И других обвинениях Я просто не верю Надо разобраться разумно в этом Да нет в этом ничего разумного Ничего Ну, прости Можем мы, наконец, уйти отсюда? На, дорогой, выпей Спасибо Ну, тебе не лучше? Ну, не так хорошо, как может быть в подобных условиях Ты прости, как я разговаривал с тобой, когда была в тюрьме Да ничего, я понимаю Ну, что мне делать? Ты обещай, я что-нибудь придумаю Всё будет хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Что произошло? Где всё, если бы я знал? Есть очень простое объяснение Вы кто такой, чёрт возьми? И где всё? Давайте по очереди Меня зовут Морган Ричард Морган Министерство юстиции США А вы? Джон Филлис А вы должно быть? Кэтрин Локфуд Я всё ещё жду объяснений Имеет отношение к прошлой ночи Вы хотите сказать, что Министерство юстиции было замешано в том, что случилось с Джоном вчера ночью? Не совсем Тогда что вы пытаетесь сказать? Я объясню всё, мистер Филлипс Но это неподходящее место Я договорился использовать офис не только отсюда Давайте поедем Нетерпением жду услышать это Ну и кто это? Его зовут Джон Лоуган Это не настоящий имя, конечно, единственное, которого мы знали Занятие Профессиональный убийца Очень высокооплачиваемый А какое отношение это имеет к тому, что случилось вчера ночью? Самое прямое, мистер Локфуд Самое прямое Он был найден мёртвым в переулке рядом с театром Я полагаю Что того, как его убили, он ждал встречи с теми же двумя людьми, с которыми встретился мистер Филлипс И что эти люди думали, что вы его убийца? Именно Но почему я даже не похож на него? Дело в том, что они никогда раньше его не видели А вы подходили под описание Тот же рост, тот же вес Та же чёрная куртка Вы, мистер Филлипс, оказались в неверном месте в нужное время Раз вы всё знаете, вы знаете, что Джон невиновен Конечно, знаю Ну, отлично Тогда мы пошли отсюда Одну минуточку Дело немножко сложнее Пожалуйста Я знаю, что вы невиновны, мистер Филлипс Но никто другой этого не знает Никто Но ведь вы можете это доказать без всяких сложностей Это верно Но я не буду этого делать Пока Почему, чёрт возьми, нет? Я хочу помочь вам, мистер Филлипс Но сначала мне нужна ваша помощь О какой сделке мы здесь говорим, мистер Морган? Я имею основание считать Что группа людей собирается убить высококвастального чиновника в ближайшее время Я не знаю, кто и кого Я знаю, что человек Джон Логан, за которого вас приняли Привезли сюда, чтобы он стал убийцей Ну и что? Они считают, что вы и есть Джон Логан И нам бы очень помогло, если вы продолжали думать именно так Вы что, шутите? И вы забрали всё из моего дома, чтобы Подкупить меня Чтобы создать новую личность Сначала надо избавиться от всего, что связано со старой По всем данным Джон Филлипс Просто не существует Вы теперь Джон Логан Я не могу Никто не поверит мне Вам нужна альпачина для этого Вы учитель актёрского мастерства Если кто-то и сделает То это вы Если бы я был таким хорошим актёром Я бы не предавал, чтобы заработать на жизнь Это совершенно неэтично Не говоря уж об абсурдности Вы не имеете никакой законного права заставлять Человек работать на Министерстве юстиции Послушайте, миссис Логвуд Это Не Судебное заседание Вы Станете этим человеком И вы поможете мне предотвратить это убийство Вы слышите меня Это вы меня не слышите Вы можете угрожать мне сколько угодно Но ничего вам не поможет Я просто не смогу этого сделать Пятнадцать лет И я Сделаю так, чтобы приговор был вынесен И вы будете следить за решёткой Все эти пятнадцать лет Он может это сделать? Боюсь, что да Очень хороший совет, адвокат Я полагаю Мы все пришли к соглашению Бумажник Логана На всех документах теперь ваша фотография Паспорт Пять тысяч наличными Ключ От номера Вы проживаете в гостинице Под именем Джона Логана Отправляетесь туда На такси Домой не заезжайте Что потом? Ждите Они Налавят первый контакт И будете знать Всё потом И вы мне всё Это говорите ещё больше Пока ничего Считайте себя Логаном Действуйте спокойно Выжидайте И главное Не пытайтесь Налавить Контакт Ни с кем Ни с Друзьями Ни с Миса Логвуд Ни со мной Есть вопросы? Да, конечно Это опасно Это Безумный мир Чарли Меня это очень беспокоит Здесь что-то не то Нечего беспокоиться Отпоехать в аэропорт И улететь из стороны Первым же рейсом Всё не так просто Да, я знаю Иногда следят за нами Прямо сейчас Я обещаю Я поговорю со всем Кого знаю Нажму на все кнопки Чтобы вытащить Эти истории Главное Будь осторожен Увидимся Пожалуйста Сюда Мистер Логан Хороший номер Самый лучший у нас Спальня там Все ваши вещи В шкафу Могу я чем-нибудь Служить Если понадоблюсь Просто позвоните В портье О, благодарю вас, сэр Надеюсь Ваше пребывание Здесь будет приятным Уверен Ваше пребывание Уверен До therapists Продолжение следует... Можете Благодарю С crushed С и С ska Pol К Да, обед длился 3 часа, а мне показалось не больше 5 минут. Что у нас есть? Клиент второй раз попадает к нам, на этот раз будет держать свою шаринку на запоре. Иначе его ждет 6 лет. Так, судья Драмл отказался вести это дело. Замечательно. Да, не забудьте, завтра у вас слушание дела, судья. Хорошо. И звонил Джон Логан два раза. Что? Джон Логан звонил дважды. А передавал что-нибудь? Нет, просто оставил номер телефона. Что-нибудь не так? Нет, все в порядке. Может быть, что-нибудь принести? Да, новую карьеру. Ладно, я подумаю. Пожалуйста, дайте мне комнату Джона Филлипс. Все извините, Джона Логана. Спасибо. Спасибо. Алло, Кэтрин, что ты делаешь? Ты же не должна мне сюда звонить. Я получила от тебя записки. Какие записки? Ты дважды звонил мне сегодня в офис. Нет, не звонил. Тогда кто же звонил? Я не знаю, но мне это не нравится. Послушай, ты получишь поезд трубку и не перезвонишь мне. Что здесь происходит? Вот это и я хотел бы знать. Прости, не понимаю, Фрэнк. Ты знаешь, одно дело, когда моя самая умная помощница бежит в местную тюрьму, чтобы освободить своего приятеля. Я уже говорил тебе, Фрэнк. Да, я принял твое объяснение, как оно и было. И это было достаточно разумно, так ведь? Так, но эта разумность имеет свои пределы, Кэтрин. И прямо сейчас это понимание опасно подходит к концу. Потому что я не понимаю, почему два часа меня допрашивали люди из Министерства юстиции. Они были здесь? Да, ты, может, объяснишь? Они тебе не сказали? Они ни хрена мне не сказали. Они просто вошли ко мне и потребовали, чтобы я передал им все документы, касающиеся вчерашнего инцидента. Они просто все стерли, как будто это никогда не случилось. Более того, они сообщили мне, что если я упомяну этот инцидент кому угодно, даже своему начальству, то завтра буду стоять в очереди на биржу труда среди безработных. И я хочу знать, почему, Кэтрин. Я не могу сказать тебе, Фрэнк. Этого недостаточно, Кэтрин. Послушай, мне очень жаль, что так произошло, правда? Но если я скажу тебе, то немногое, что я знаю, это может стоить кому-то его жизни. Хорошо. Хорошо пока что. Но если эта штука взорвется мне в лицо, Кэтрин, ты будешь первой, кто почувствует это. Ну ладно, ты только скажи мне, если я чем-то могу помочь. Спасибо, Фрэнк. Скажу. Моему сынушку люблю тебя всегда, папа. Да, мистер Морт, пожалуйста, спасибо. Стивен, это Кэтрин. Я не очень-то хорошо, честно говоря. Мне правда нужно поговорить с тобой, но и не по телефону. Могли бы вы где-нибудь встретиться? Да, это было бы здорово. Здорово. Вам спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания. Магнум 300. Приказ на оружие другого нет на рынке. Таким оружием большого оленя можно подшипеть со 100 метров. Нет проблем. Беру. Ты что, даже не спрашиваете о цене? Я сказал, беру. Ну хорошо, приятель. Мне тоже нужны водительские права. А теперь мне нужен аванс. Остальное заплатите, когда получите хорошие здесь дни, через 10 дней. Такой закон, приятель. И мы ничего не можем поделать. А может, сможем? Логан. Джон, акт передачи оружия. Привет, Джон. Ай, не валяй, дурака. Неужели я выгляжу? Тебе опасный, да? Очень опасный. Кто ты? Что тебе нужно? Мои друзья зовут меня Сидни. Но ты можешь называть меня как хочешь. Крепкие руки. Давай ближе к делу, Драгоша. У меня не самый удачный день. Ты должен быть по этому адресу через час. Почему? Это ты узнаешь, когда приедешь туда. Желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты всегда любил этих голубей. Да, действительно, посмотри на них. Какой интересный народец. Легко обмануть, легко управлять. Но как-то они умудряются выжить. Совсем как я. Ну что, обнимемся? Что-нибудь случилось, да? Ну в чем дело? Я точно не знаю. Пойдем, пройдемся. И когда я позвонил Джону, он сказал, что ничего мне не передавал. Это интересно. Я не знаю, может быть, даже я в опасности. Я займусь этим. Ты знаешь, есть много людей в этой компании, которые все еще мои должники, а пока не говори никому. Держи это при себе. Понимаешь, люди в этой профессии, они же не обращаются к контору прокурора. Они гнут закон так, как хотят. Надеюсь, я правильно поступила, что обратилась к тебе. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Кэтрин, я... Любил ты его отца. Я сделал для него бы что угодно, как и сделал для тебя. Ты мой добрый друг. Главное, не волнуйся. Хорошо. Я тебе позвоню. Ну пока. Давайте, радуйтесь, пока можете. Вы уверены, что это здесь? Ой, господи, откуда я знаю? У меня что, хрустальный шар, что ли, есть? Так или иначе, адрес дал, я тебе привез. Ладно, спасибо. Будь здоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джон Логан. Джон Логан? А кому это интересно? Субтитры сделал DimaTorzok Нам надо тебе передать кое-что. Что именно? А вот это? Хватай его. На кого работаешь? Не знаю. Неправильный ответ. Попробуй еще разок. Я сказал тебе, я не знаю. Ты осложняешься. Задница. Пошел ты. Это плохая идея, приятель. Теперь моя очередь. Задавайте вопросы. И слушай меня серьезно. Не будешь, умрешь. Кто послал тебя отсюда? У тебя три секунды, прежде чем ты присоединишься к своему приятелю. Три, две, одна. Ты проиграл. Брось оружие. Застреливаешь меня, застрелю его. Я застрелю тебя первым. Я рискну. Нечего терять. Ты спроси своего приятеля, как он к этому относится. Ну, давай. Так, похоже, у нас ничья. Ну, как дела, Джонни? Ты. Хороший выстрел. Опусти оружие. Да успокойся, Джонни. Они все на нашей стороне. Их интересный способ это показывать. И они просто подчиняются приказам. Ты же знаешь. Нет, не знаю. Почему бы тебе не объяснить мне? Назови это проверкой. Испытанием. Ты дал человеку умереть, чтобы проверить меня? Ну, ты знаешь, это входит в профессию. Слушай, дай мне свое оружие. Убирайся отсюда. И я почищу все это. Ну, давай, Джон. У нас мало времени. До встречи. Убийца. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Там было три полицейских, одного убил я, двоих видимо, кто-то другой Что они хотели у меня прикончить, если мы хотели прикончить, прикончили Два-кять причин, по которой тебя послали сюда Они хотят убрать меня на время, убрать от чего Ты ведь знаешь, что я не могу поехать с тобой Простите, я не знаю, чем я думаю, просто это поездка в такси меня сбила Перестань, Джон, мне это не смешно Мы встретимся с тобой еще, хорошо Дороги Дороги Давай, давай Где лестница? Сейчас спустите лифт, где лестница? Да, да вот она, здесь Дороги 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 Смотрите, там наверху, вон он, вон убийца. Не надо торопиться, я не делал этого, а я скажу, что сделал. Ты повернулся с оружием ко мне, но я был быстрее. Да, по крайней мере, мы понимаем друг друга. Возьми винтовку, возьми винтовку. Держи ствол по направлению к полу. Положи указательный палец на курок, хорошо? Вот так. Ну, недостаточно быстро, недостаточно. Извини. Редактор субтитров М.Лосева Ювелия, а чёрт? Быстро, быстро в подвал Продолжение следует... Расчесать все помещения, вы за мной Рассыпаться в цепь, перекрыть выходы Видел что-нибудь? Нет? Ничего Рассыпаться 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 Машины на стоянке Рассыпаться я один. У тебя есть магнитофон? О господи, я не в очень доверительном состоянии сейчас, Морган. Думаешь, я этого не понимаю? Неужели? Ты понимаешь, что значит, когда тебя поставляют как убийцу, чтобы все органы в этой стране были уверены, что ты убил губернатора штата. Если ты понимаешь, это объясни мне, потому что я ни хрена не понимаю, что происходит. Это не должно было так. Мы должны были предотвратить убийство. Да, откуда я знаю? Откуда я знаю, что не вы подставили меня с самого начала? Я ведь обставил твой бег с гостиницы. Не знаю. Неужели? Или ты подставил этого придурка, который пытался меня прикончить? Будет так, я бы сейчас не говорил с тобой, а убивал. Я знаю, я пожалею об этом. Но что ты предлагаешь? Все просто. Продолжаем нашу игру. Единственный способ оправдать себя, назвать настоящего архитектора убийства. Это значит, ты не должен появляться на улицах. Местные власти не хотят брать тебя. Этим убийцам придется поискать тебя. А беспокойные люди совершают ошибку, и когда они это сделают, мы будем рядом. Ты знаешь, ты говоришь так хорошо, Морган, но ты не повышаешь мой уровень доверия. Будешь играть по-моему, у тебя будет шанс жить. Будешь играть по-своему, никаких шансов не будет. Как насчет такого доверия, Джон? Это еще что такое? Ударь меня и беги отсюда. Что? Ударь и беги. Ударь и беги. Что интересно, ты делаешь, Морган? И кшаешься с врагом? Ладно, не превышай свои умственные способности. Не мешайся вы, я бы взял его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня есть доказательства, что деятельность Локвуда в области разведки включает в себя отношения с третьими странами против Соединенных Штатов. И я сообщу об этом Конгрессу в течение 24 часов. У нас есть данные, что кандидат члена Конгресса, мистер Локвуд, был найден мертвым. Похоже, это самоубийство. Субтитры сделал DimaTorzok Не стреляй, это я. Это Джон. Что ты делаешь здесь? Если ты будешь стрелять в какое-нибудь другое место, я тебе скажу. Ты мог постучаться, я стучал. Ты не отвечала. Мне нужно было войти, пока кто-нибудь не заметил меня. Я уже раз попали сегодня. О, Господи. Дело плохо. Тебе надо в больницу? Я не могу это сделать. Почему? Мне нужно выпить. Есть что-нибудь покрепче? Что происходит? Что случилось с тобой сегодня? Ты что, не смотрел новости, Кэтрин? Семератор Уилсон был убит. И все говорят, что это я. Кто? Весь мир. Я пытался остановить убийство, но пришел слишком поздно. Меня подставили, черт возьми. Я оставил отпечатки на руде убийства. О чем ты говоришь? Должно было получить поиначе. Мы думали, что Логана привезли, чтобы он был убийцей, но он был подсадной уткой. Кто мы? Не понимаю. Кэтрин. Я агент. Министерство юстиции. Морган, мой начальник. Я глубоко здесь конспирирован. Мы знали, что Логана собираются убить. Я занял место. Ты хочешь сказать, что твой пустой дом и вся эта сцена в кабинете Моргана была всего лишь попытка обмануть меня? Да. И ты правда не Джон Филлипс? Нет. Ах ты, ублюдок. Я так любила тебя. Господи, я спала с тобой, а ты просто использовал меня как пешку в своей игре. Господи, я хочу знать почему. Потому что мы думали, что ты в этом замешана. Как ты могла подумать, что я в этом замешан? Билет Логана был куплен на твою кредитную карточку. Что? Они собирались убить меня сегодня, и чтобы это выглядело, как это было сделано во время ареста. А без меня ты осталась бы одна, кто отвечал бы за это. Кэтрин. Ты что, меня за дуру принимаешь? Я не знаю, что происходит здесь, Джон. Или кто ты, мать твою, на самом деле. Но я не собираюсь верить в это. Так что стой, где стоишь. Или я буду стрелять. Клянусь, буду. У тебя есть мотив. Ты винишь Вилсона в самоубийстве своего отца. Почему? Мне этого не сделать. Он обвинил моего отца в предательстве. Погубил его карьеру. Он забрал у меня моего отца. Так что Иерон получил то, что заслужил. Может быть, я рада, что так случилось, но я этого не делала. Что ты делаешь? То, что мне надо было сделать с самого начала. Вызови полицию. Нет. Пойми, если ты вызовешь полицию, ни один из нас не переживет этой ночи. У них люди повсюду. Ты винишь Вилсона за смерть своего отца. Они скажут, что ты убийца. Они обвиняют от себя, а ты наняла отель. Ты купила билеты. Ну, река, у них что-то еще есть на тебя. Ты же прокурор, Кэтрин. Как бы ты назвала все это? Я не хотел сделать себя больно. Прости меня. Что будем делать теперь? Для начала надо убраться отсюда, пока не появилась полиция. Франк, что все значит? Боюсь, вы оба арестованы. твой приятель за многочисленные случаи убийства, включая губернатора Вилсона, а ты за соучастие и участие в заговоре. Ты же не веришь в это? Не важно, что я думаю, Кэтрин, ты это знаешь, надеть наручники недвигаться, а на бросать оружие или я пристрелю его, бросьте свои пистолеты, мать ваша. Я не верю тебе. Они выстрелят, ты умрешь. Поверь. Пожалуйста, Франк, он сумасшедший. Слышали даму, Франк? Ну, хорошо. Делай, что он говорит, положить оружие. Где ключи от машины? Где ключи от машины, мать твою, мои сумочки? Возьми их. Ты ведь понимаешь, что тебе не удастся уйти со всем этим. Ну, я думаю, это уж моя проблема, мистер. Мы сейчас выйдем через черный ход, и любой, кто пойдет за мной, будет труп. Ясно? Иди, иди. Давай в машину, нет. Давай в машину, черт побери. Положить. Взять его. Сюрприз. Давай веди машину. Взять его. Ты бы убил бы я тебя, а ты как думаешь, все происходит так быстро, я не знаю, что думать. Нет, я бы не дал, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Хотел бы я верить в это. Я не пытался сделать тебе что-то, я пытался защитить тебя, защитить меня, да? У меня больше шансов было бы в суде, чем здесь с тобой. Ты бы никогда не дожила до суда. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Все, хватит. Не стой. Здесь. И не говори мне, что Джон Александра, окружной прокурор, тоже замерз в этом. Убирайся отсюда. Если ты хочешь застрелить, мне пристрели, потому что тебе придется это сделать. Я спас тебя жизнь. Пусти меня. Тебе не кажется немножко странным, что окружной прокурор и всего лишь двое полицейских приехали арестовать убийцу губернатора штата без подкрепления, без федеральной полиции? Подумай немножко об этом. Если хочешь бежать, ты беги. Будешь одна. О, Господи. О, Господи. Как же так? Можешь повторить это? А как же Морган? Он знает тот и может он поможет. Нет. Не на этой стадии. Они скажут, что он замерз в этом. Наверное, уже сделали. Я знаю человека, который был замерзан в разметке. Он сейчас в отставке. Я обращался к нему за помощью. А ему можно доверять? Я доверила бы ему свою жизнь. Очень хорошо. Тебе придется это сделать. Спасибо. Спасибо большое, Стивен. Да, конечно. Хорошо. Значит, увидимся завтра. До свидания. Ну, что там? Он сказал ехать в его загородный дом, оставаться там. Он свяжется с нами утром. Ты знаешь, что ты должен сделать. Я жду этого с нетерпением. Он свяжется с нами утром. Он свяжется с нами утром. Кэтрин, Кэтрин, вставай. Здесь кто-то есть. Ближе не надо, мистер Стивен. Кэтрин, стою. Все в порядке? Стивен, со мной все хорошо. Положите пистолет, мистер Филлипс. Вы на прицеле. Лучше делай, что тебе говорят, Джонни. Ты подставила меня. Все. Можете увозить его. Ты подставила меня. Все будет хорошо. Куда едем? На шоссе 90. На восток. Ты должен был знать, что ты не уйдешь от этого. Открытая дверь пассажиров. Ну, никак не знаешь, пока не кончится. Это скоро кончится. И я это знаю. Черт. А ну, с дороги. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Продолжение следует... Ты же сам говорил, Джонни, никогда не знаешь, когда все кончится, но теперь давай прокатимся. Посмотрим, как ты вылезешь из этой ситуации, задница. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говори, или умрешь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он стоял... Продолжение следует... И мне... Продолжение следует... 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 Судебный зал номер один Ну, видно здесь Мы простимся Ты не войдешь, я не могу Открыть свою личность Перед судом присяжных Не волнуйся Мы будем иметь его описные показания Я должна поблагодарить вас Спасибо Пожалуйста Ты не против? Простите Я люблю тебя Я правда люблю Я верю тебе Я когда-нибудь снова увижу тебя Наверное, нет Но, Кэтрин Я никогда не забуду тебя Обещаешь? Да Обещаю Роберт Деви В роли Ричарда Моргана Шарлин Тилтон В роли Кэтрин Локвуд Тед Прайор В роли Джона Филлипса Бог Опкинс В роли Фрэнк Алисандро Вильям Зиб В роли Тони Чарльз Напьем В роли Агента Вильямса И Тони Кертис В роли Стивена Мура В роли Фрэнк Алисандро В роли Фрэнк Алисандро Воли Фрэнк Алисандро В роли Фрэнк Алисандро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!